Добрый день, друзья! Приветствуем вас на выпуске подпроекта, веселого проекта LinkMeUp, LinkMeUp для Асис Админов. Поздним вечером сидели мы и думали на тему того, что сети эти хорошо, но как уже было несколько выпусков назад озвучено, что сетевик, чистый сетевик уже не столь востребован в нашем современном мире, как 5-10-15 лет назад. И возникла идея создания подкаста, который бы охватывал более широкую аудиторию и был интересен большему количеству людей, чем существует сейчас. И так появился этот пилот и этот проект под названием LinkMeUp сисадминс. Приветствую вас на его первом выпуске. С нами сегодня участвует Андрей Выставкин, это руководитель... Андрей, представься, потому что твою должность я все равно не выговорю. Да, Антон. Коллеги, всем привет! Меня зовут Андрей Выставкин, я работаю на позиции руководителя маркетинга гибридных инфраструктур компании Microsoft Russia. И присутствует с нами Андрей Кулачков, соответственно, постоянный участник проекта LinkMeUp. Всем привет, друзья! Я скажу одно слово. Меня постоянно путают, конечно. Меня зовут Антон. Ну, в общем, три человека на АСА собрались о том, чтобы поговорить за жизнь и о том, что творится в нашем мире и как нам жить дальше. Тема сегодняшнего выпуска звучит как цифровая трансформация. Что это? Маркетинг или реалии современной жизни? Как вообще простому админу, хелпдеску, инженеру жить и куда двигаться в современном мире, в мире наших облаков, в мире постоянных изменений? И как мы вообще... Куда мы движемся? Для начала хотел немножечко так, как бы вступительное слово, что-то типа исторического экскурса. Не бейте сильно. Там, кто будет любителей сыпать какими-то датами и уточнениями, это обзор просто общий. Здесь нет какой-то адской исторической точности, поэтому сделайте, пожалуйста, на это скидку. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Давайте вспомним, с чего вообще начиналась вся наша профессия. Как любят говорить, все началось в 60-х. В 60-х появилось огромное количество математических алгоритмов, которые мы сейчас используем. В 60-х появились первые вычислительные мощности, уже, конечно, далеко не в том виде, в котором мы представляем и сейчас, и с которыми мы работаем. Но все зародилось тогда. Но история циклична. Если кто помнит, вначале все работали с мейнфреймами. Кто-нибудь вообще видел вживую мейнфрейм? Я вот честно, я все хочу увидеть. Блин, я не знаю, где посмотреть. Все, что есть, это уже современное, это уже неинтересно. Слушай, я был, да, один раз в большом вычислительном институте, видел остатки мейнфрейма огромного, огромной комнаты, такой, ну, там, не футбольный зал, но практически, где это все было. Ну, мейнфрейм вживую нет, не видел. В стране нужен металл. Да, судя по всему, уже вряд ли кто увидит, это было слишком давно. Ну, соответственно, изучать мейнфреймы будем, как и мамонтов, по остатке костям и железяков. Соответственно, изначально идея была какая? Был какой-то вычислительный огромный центр, занимавший не одну комнату, скорее частенько даже не один этаж, у которого были терминалы, была распределяемая среда, и, соответственно, ученые-мужи подключались туда и решали какие-то сугубо свои математические задачи, как правило. Но жизнь не стоит на месте, и с появлением всех этих решений люди начали понимать, что автоматизация рулит. Кто бы там что ни говорил, автоматизация рулит. И мы видим следующий, на мой взгляд, достаточно эпохальный этап развития истории нашего мира. Это когда в гараже собрались, когда открыл гаражный, я бы назвал это так, гаражная эпоха США. Я думаю, все прекрасно уже про это слышали. Возможно, кто-то даже в то время уже и был в достаточно сознательном возрасте, чтобы все это помнить. Но в то время произошло два, на мой взгляд, эпохальных события. Первое — это Стив Джобс слямзил у Ксерекса графический интерфейс. И Билл Гейтс слямзил у Джобса идею операционной системы. Соответственно, появилась первая операционная система Microsoft еще в начале DOS. Кстати, кто из вас смотрел фильм «Пираты Силиконовой долины»? — Я, кажется, не смотрел. — Пока не удалось. — Слушайте, посмотрите, ребята. Это вот реально тот фильм, который, наверное, единственный адекватный фильм, который показывает действительно становление вот этих вот двух огромных гигантов, как Microsoft и Apple. — Ну это из нового. — Нет, это не новое. Это какой-то там 65-й или 90-й год. Это старый фильм. — Ремейк новый я какой-то видел. — Ну, может быть, может быть. Здесь ничего не могу сказать. Но вот именно тот фильм. Я в свое время прочитал книгу про Стива Джобса. И он действительно... Вот то, что по его мемуарам фильм действительно очень похоже описывает. Действительно интересно рассказывает, как все это происходило. Вообще нам, всем айтишникам, достаточно неплохо было бы знать всю эту историю, потому что хотя бы в общих примерных чертах, ровно для того, чтобы понимать вообще откуда корни. И все эти люди живут и здравствуют. Ну, часть из этих людей живет и здравствует до сих пор. До сих пор влияет на нынешний мир айтишный. И как бы отчасти все мы люди, все мы в наше сознание и наше суждение — это результат нашего жизненного опыта. Поэтому, понимая, как все это зародилось, можно понимать, куда это все движется и понимать, почему так произошло. Ну так, маленькое лирическое отступление. Соответственно, потом шел бурный рост вычислительной техники. Мы пережили виток о том, что все переносилось ближе к пользователю. И сейчас мы очередной раз переживаем виток того, что использование терминалов. Я думаю, ни для кого не секрет, что у большинства в рекламных буклетах и прочего сейчас говорят про постановую виртуализацию. Виртуализация рабочих мест, какие-то облачные решения для совместной работы и прочее, прочее, прочее. Соответственно, все новое, хорошо забытое, старое. Примерно тот же самый подход у нас был и при мимфреймах. Но есть достаточно кардинальные различия. Например, доступность интернета и локальных сетей. Кто помнит те времена, когда у нас в России сотовых операторов был в основном Скайлинк? Ну, конечно же. Помнят все. Я на нем сидел. Кто-нибудь помнит там, сколько нужно было воевать для того, чтобы подключить на нем интернет? Если ты не Юрик, было тяжело. Но еще, конечно, чтобы аппарат твой мог этим интернетом воспользоваться. У меня-то первый аппарат был в Philips Ion. Не сочтите за рекламу. Который вообще еще не умел интернета. Да, я помню. Я помню в свое время, Билайн пришел в Питер с интересным тарифом, что у них безлимитный был интернет. Так я специально под это дело купил смартфон с ИК. Я купил USB-шный ИК-приемник, и у меня часами качались файлы. Вот кому сейчас расскажешь из современных людей, которым хотя бы до 25, они посмотрят себя как на дебила. Потому что, ну, что значит ИК? Что это вообще? Ты качал информацию через пульт для телевизора? Вот. Поэтому все... Ну, а времена этих самых, те же самые диалап-модемов... О, да, курицы. Все же помнят Масяню, где это самое... Только не дисконект, реально. Сколько таких случаев было. Да. Слушайте, ну а фидосети, а вот эта вся штука... Да, я, кстати, успел еще застать фидонет. Я даже посидел в нем, правда, не очень долго. У нас уже в Питере бурно развивался интернет, поэтому я не успел застать это совсем в рассвете. Да, но пейнтовки это да. Это я все к чему веду, о чем мы, собственно говоря, разговариваем. Но сейчас доступность интернета настолько проста и легка, что никто об этом не задумывается. Отсутствие, там, переход на 3G у многих ассоциируется, что просто вообще, что произошло, почему у меня нет там интернета. ЛТЕ уже стало практически там стандартом в крупных городах, причем это не только Питер, Москва, но и там города России-миллионники. Ну, про Европу и про Америку не скажу. Скорее всего, там ситуация примерно такая же. Но города с большим количеством населения уже плотно покрыто высокоскоростным интернетом, что позволяет нам просто по-другому взглянуть на мир. У нас стали возможны беспилотные автомобили, у нас стали возможны дополнительная реальность. То есть, те вещи, о которых буквально еще лет 15 назад мы читали в научной фантастике и не очень научной фантастике, сейчас мы это просто видим у себя в кармане. Это, на самом деле, очень интересный момент, потому что я вот вспоминаю книги Ефремова с вычислительными центрами, тех же Струдгадских, и вижу, что, в общем-то, вот тот же самый дата-центр сейчас, практически любой, ну, очень похож. Так что где-то товарищи даже предсказывали. Антон, я вот тебя здесь, на самом деле, поддержу и вклинюсь, потому что вот сама история мейнфреймов, я, поскольку их и не видел, да, мы про это рассказали, но у меня есть хороший знакомый, которому сейчас, ну, в общем, за 50, который вот в таком дата-центре мейнфреймовском работал. И, собственно, общаясь с ним, вот так что-то как-то зашла тема, суть работы любого вычислительного дата-центра была в том, что там продавали машинное время под расчет определенных задач. И, ну, елки-палки, что же это такое, если это не наш текущий вот дата-центр, где предоставляются ресурсы, ну, а-ля там вычислительные машины с поминутной, посекундной тарификацией. То есть вот ты правильно отметил, да, и я как бы с тобой полностью согласен, что история сделала такой вот виток, оборот, и мы опять вернулись вот к некой централизации ресурсов, но уже с более удобным доступом для всех жаждущих. Ну да, и набравшимся за это время опытом и, соответственно, математическим аппаратом, которые... Да, ну, в общем, сейчас на данный момент, возвращаясь уже ближе к реальности, мы пришли к тому, что наша парадигма, что наш дата-центр, наша серверная комната, там, наши два серверочка или там этот настольный компьютер, на который крутится один из предприятий, файловые, да, файловые, они потихоньку уходят в облака. Причем я тут недавно увидел, по-моему, на хабре увидел шикарную картинку, там генеральный директор подходит к IT-директору и спрашивает, «Слушай, а у нас, что у нас с приватным облаком?» И тот ему говорит, «Да, хорошо, все хорошо, у нас есть приватное облако». А в руках у него табличка серверная, и он отходит от двери, на которой там явно видно только что прибито слово «приватное облако». Вот, достаточно... Приватное же? Да, достаточно забавно, мне очень понравилась такая, как бы во многом объясняющая нынешний подход у многих. Вот, и, соответственно... Можно я немножко, Антон, немножко назад примотаю по поводу 4G и все остальное? Я просто не успел пошутить. Edge никуда не делся, все. Edge, да, Edge — это беда. Я когда вижу Edge, мне хочется плакать. Все, жизнь на этом заканчивается. Да, куда? Я попал в каменный век, где? Что? Где тот портал, в который провалился? Да, есть такая тема. Но, возвращаясь, собственно говоря, к основной теме сегодняшнего дня, это, собственно говоря, с чем мы живем, к чему нам готовиться и с чем жить. Мне, как человеку, работающему в достаточно крупном интерпрайзе, постоянно, выражаясь любимыми маркетинговыми словами, приходят постоянные вызовы на новые технологии и решения. Ну, по жизни, возвращаясь к реальности, наш мир ускоряется. То есть, то, что раньше обсуждалось неделю, сейчас должно обсудиться за день и за день приняться решение за это. И желательно, чтобы уже к 9 утра следующего дня у нас уже был готовый продукт, который будет пользоваться. Я думаю, что люди, работающие в крупных компаниях, да и в любых компаниях, чувствуют это, что сейчас скорость принятия решения и время, отведенное на реализацию этого решения, оно катастрофически уменьшается. Есть более лаконичное, это самое словосчитание. Это вчера до обеда нужно сделать. Это еще по-божески вчера до обеда. А почему у нас еще ничего не работает? Вот в чем печаль. И, соответственно, хотелось бы, Андрей, предоставить тебе слово, чтобы ты рассказал немножечко со своей стороны опыта о том, как вообще вся вот эта быстрота привела нас к появлению всех этих облаков, гибридных вещей и тому, к чему мы пришли сейчас. Да, Антон, с удовольствием возьму у тебя слово. Но еще раз, коллеги, некий обязательный дисклеймер, что здесь мы выражаем свое личное мнение. Это ни в коем разе не мнение компании Microsoft, компании Microsoft России. Это мнение меня, Андрея Выставкина, как вот персоналии, который на текущий момент работает в компании Microsoft. Так сложилось. Собственно, про цифровую трансформацию. Ну, вот Антон правильно вначале сказал уже. Ну, почти все говорят. И это такое избитое слово. И я тоже там много дискуссий провел. Стараюсь, конечно, избегать, да, таких избитых вещей. И, кстати, поделюсь с вами. Ну, вот буквально на этой неделе я с коллегами делился. Сам термин цифровая трансформация на самом деле для разных заказчиков значит разное. И у меня есть публичные презентации, где я рассказываю, что трансформироваться надо ровно с той скоростью, с которой готовы трансформироваться вы, как специалист, вы, как вот данная конкретная компания. Но меня порадовал термин, я гуляя на каникулах посещал усадьбу в Малых Веземах. И там есть храм преображения Господня. Вот. И, собственно, в чем идея? Рядом с храмом, очень классно отреставрированный парк, рядом с храмом стоит табличка, где, значит, я узнал для себя, хотя по-английски приходится часто общаться, узнал, что есть слово преображение в английском Transfiguration. Я вот понял, что, наверное, следующая история, которую я бы хотел рассказывать, это не цифровая трансформация, а некое цифровое преображение, Digital Transfiguration. Заказчиков, при том, что этот Transfiguration, это преображение должно нести всегда, ну, действительно позитивный какой-то результат. Собственно, и облако здесь не самоцель, вот с Антоном много мы общаемся, да. Облако это скорее для меня, как некий формат мышления, да, то есть это не место, где мы храним данные или там запускаем откуда-то виртуальные машины или всякие иные сервисы. Это некий подход к решению задач, да, потому что вот у нас есть публичное облако, у нас есть приватное облако, я, мне там довелось в компании Microsoft поработать и до эпохи приватного облака, скажем так, она только-только зарождалась, только-только Hyper-V там появился, более-менее стабильный. Дальше я стал замечать, как все больше и больше сервисов уходит в публичное облако. В 2014 году я перешел на позицию ежепартнера, бизнес-девелопмент-менеджера и занялся развитием бизнеса ажурного, публичного бизнеса, публичного облачного бизнеса с дата-центрами за пределами Российской Федерации, да, через партнерский канал. Я очень много работал с партнерами, но, собственно, с ними только и работал. Задача моя в этом заключалась. Вот. И, на самом деле, когда вот в феврале я перешел на позицию, которая связана с гибридными облаками, да, ну, в 2014 году эжур, это была некая такая, ну, совсем новинка даже внутри Майкрософта. И всегда интересно работать в таком а-ля стартапе. И, конечно, публичное облако, там много-много плюсов. Но, делая, в общем, взгляд назад, я понимаю, что 98% всех инфраструктурных у любого заказчика так или иначе гибридный. Вопрос баланса гибридности, да, что больше, там, 90% на земле и 10% каких-то сервисов облачных. Ну, например, на земле вся инфраструктура, а в облаке, ну, не знаю, вторая копия резервного, вторая резервная копия, там, бэкап-бэкапа, и какой-то, может быть, не знаю, сервис по обеспечению отказа устойчивости бизнеса, там, да, когда, не дай бог, дата-центр ваш наземный полег по тем или иным причинам, и копия его поднялась, там, в публичном облаке. Дай бог такое бывает, там, не знаю, раз в 10 лет, но случилось, и переехали. Или же наоборот, когда много-много сервисов работает в облаке, но, там, не знаю, надо быть полностью соответствовать локальному законодательству. Поэтому на земле все равно вы делаете какие-то необходимые операции, которые регламентируются законом. То есть вот эта гибридность, она, на мой взгляд, конечно, очень широкое понятие, ну, в общем-то, и отвечает требованиям большинства заказчиков. Тут, кстати, Антон, Антоне, да, я вот хотел бы сказать, что вспомнить тоже, да, поскольку у нас была ретроспектива. А вот я еще помню те времена, хотя, в принципе, не такой старый, да, когда у нас в обиходе было такое слово универсальное, компьютерщик, да, ну, человек, который разбирается в компьютерах. Это компьютерщик, и, по сути, он все совмещал, и человека, который может разобраться с аппаратной частью, да, хардвер, и сетевого специалиста, и, соответственно, специалиста, разбирающегося в программном обеспечении, в настройке, ну, там, в программировании, может быть, там, да, в каком-то обслуживании. Это все делал компьютерщик, да, и помните, как потом, ну, вот тоже сейчас спрошу ваше мнение, как потом разошлись специализации. То есть человек, отвечающий за сетевую инфраструктуру, это специалист, который разбирается, там, в сетевых протоколах, в оборудовании. Человек, который, там, хорошо разбирается в аппаратной части, ну, наверное, возможно, он работает в каком-то, в производителе аппаратного обеспечения, или в специальном отделе, который занимается сборкой. Что касается софтвора, здесь вообще, то есть, там, и системные администраторы есть, и, там, программисты, ну, и масса-масса разных специализаций. То есть уже один человек не в состоянии, не в состоянии, как бы, обслужить высокопрофессионально широкий спектр задач. Надо выбирать специализацию. И, опять же, вот, сейчас, может быть, передам слово на секунду, вот, вам, для комментариев. То же самое я наблюдал с Ажуром. То есть в 2014 году, если были специалисты, которые, ага, вот этот человек, там, знает Azure, я прошу прощения аудитории, но это вот то, в чем я хорошо разбираюсь, не в целях рекламы, а просто в целях того, как, вот, я делюсь с вами, там, каким-то опытом, своими мыслями, да. Ага, вот человек знает Azure, там, это специалист у нас в Azure. Сейчас в нашем облаке очень много сервисов, их на самом деле больше 500. И эта вот история повторяется, уже нет вот такого универсального компьютерщика. Есть человек, который больше занимается и понимает дата сервиса, сервисы по обработке данных. Есть инфраструктурные специалисты, есть специалисты, которые там хороши в чат-ботах, в Artificial Intelligence. То есть, опять история сделала виток, и мы видим, что вот эта облачная платформа, то же самое на самом деле и у других вендоров, у Амазона, у Google, есть специалисты, которые узконаправленно работают с каким-то определенным сектором вот этих сервисов. Антон, давай я тебе чуть слово передам. Давай я начну. Здесь просматривается очень такая понятная и простая вещь. Так как у нас технологии развиваются, как сказал Антон, перед этим очень быстро развиваются, нужны люди, которые непосредственно будут эти технологии вводить в продакшн, либо разрабатывать, наоборот. Каждая часть, когда раньше был один человек, который развивался всем, каждая часть начинает углубляться, 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 поэтому появилось такое разделение, собственно, на профессии. Собственно, если взять медицину, там же тоже... Черт, ты прямо сорвал у меня с языка сравнение! Нехорошая критинска! Был лекарь некий такой знахарь, а потом уже начал вот эту иерархическую структуру непосредственно по областям знаний. Но, что касается айтишников, программистов и людей, которые работают с высокими технологиями или информационными технологиями, некий человек, который как бы что-то знает и, может быть, даже хорошо знает, он никуда не делся. Он сначала, ну, на низшем этапе, он, можно назвать и никейщик, да? Потом он тут никейщик становится, там, не знаю, более-более продвинутым никейщиком. Сейчас из модных слов, которые со всех уже этих самых летят. Ну, наверное, тоже к этому относится некий такой девопс, но девопс, который действительно имеет не просто какое-то поверхностное представление о технологиях, а некую глубину. То есть, он может там делать и то, и то, и то. Как я понимаю, функцию больше, конечно, коммуницировать между вот этими вот узконаправленными специалистами, чтобы они все вместе могли найти общий язык, чтобы программисты с сетевиком не лгались и не перекладывали ответственность друг на друга. Я это как-то так вижу. Ну, да, мы как-то пришли, неожиданно пришли мы к девопсу. Совершенно. Да, на самом деле я что хочу сказать? Во-первых, да, я согласен. Мне реально вот почему-то вот сравнение с врачами вот у меня просто вот таким ярким аналогией там в голове засветило сразу же, когда мы заговорили. Я действительно помню вот этих компьютерщиков, я, собственно говоря, сам с этого начинал. Я помню старших товарищей, которые как бы реально могли спаять половину платы материнской на коленке, вилкой их починить. При этом они могли здесь же настроить сетку, здесь же они как бы дальше они со спокойной душой настраивали инфраструктуру, дальше они людям меняли картриджи мышки и как бы и в конце писали свою базу данных для предприятия и ты тут приходишь и нам все с нами описывали. Это были высшие такие товарищи иерархи, которые писали какой-то софт, который на самом деле самое что странное работает до сих пор и полностью исполняет свой функционал и никто не мучается. Единственная проблема с совместимостью и переносимостью. А так да, пожалуйста. Мучается Антон тот, кто сейчас его обслуживает. Да, ему-то уже хорошо. Поэтому я полностью согласен, что это. И по поводу облаков, я, кстати, очень хотел пример по поводу привести. Мне сейчас очень нравится, я очень хочу, я надеюсь, что все-таки дождусь итоги этой эпичной битвы, когда, я думаю, все помнят, что там буквально лет 10-15 назад, ну, скорее, наверное, все-таки 15 лет, когда только появлялась в мваре, когда она была просто вот таким вах-эффектом в индустрии, какая-то виртуализация, я могу запустить два сервиса, то есть, что-то было вот такое, как бы, просто из космоса, да, и Майкрософт тогда, по-моему, ну, как бы, долго пытался начать играть на этом рынке, а я думаю, там, многие из вас читали последние новости, когда Майкрософт официально заявил, что в Эйжере, в своем облаке, на своей виртуализации, он официально поддерживает запуск хостов в мваре, я вот, когда это прочитал, честно скажу, я реально минут 10 просто хохотал в голос, потому что это вот очень такой, ну, не то, что плевок, а такой вот замечательный троллинг конкурента на тему того, что, ребята, окей, вы выиграли битву, да, но мы по факту выиграли войну, потому что мы вас, ну, войну, наверное, громко сказано, но то, что вот эту битву Майкрософт выиграл, это факт, потому что где облако в мваре, никто, ну, как бы оно было какое-то, непонятно, и никто о нем особо и не слышал, а, то есть, как бы, и виртуализация, здесь, опять же, не реклама, просто, там, я достаточно плотно поработал с Hyperview, достаточно плотно поработал с в мваре, я хочу сказать, что это абсолютно равнозначные продукты, и, как бы, вот, та трансформация, которая прошла за последние, там, лет пять у компании, насколько она сильно, там, поменяла свой подход к людям, я, честно сказать, просто в восторге, там, есть, как обычно, есть куча нюансов, но это, опять же, мое мнение, и немножечко выходит за пределы этого подкаста, но вот, вот этот вот момент, что мы вас взяли, да, вашу виртуализацию, можем запускать у себя, если у вас есть с этим проблемы, товарищи заказчики, это вот такой вот, очень яркий, на мой взгляд, пример того, как в нашем мире аутсайдер в каком-то, в каком-то месте может очень быстро стать лидером, и насколько все переменчиво, насколько все быстро меняется. Ну, Антон, это как раз подтверждение вот этой самой трансформации или преображения, да, или transfiguration, кому, кому как удобней. Я тебе могу сказать, то есть, не давая оценочную характеристику вот тому примеру, о которой ты сказал, я могу рассказать свой опыт, и он тоже, кстати, может быть кому-то полезный. Я вот пришел в компанию Microsoft в 2008 году, и там с 9-го года, там с лета, да, грубо говоря, занялся такими продуктами, как System Center Configuration Manager, из Stack System Center, ну, и был пресейл-инженером. Соответственно, тогда 2007 версия там, да, была основная, с которой работали. Вопрос, партнер, вот партнер задает вопрос. Соответственно, вот мы работаем сейчас над проектом, у нас здесь, значит, хотим наладить управление рабочими станциями в организации, 400 ПК на Windows, и, соответственно, там 50 на Linux. Ну, окей, значит, по Windows мы общаемся, я даю там какие-то рекомендации, там, отвечаю на вопросы, может, не может. Он говорит, что нам делать с Linux? Ну, что делать с Linux? Мигрируйте его на Windows, что я мог сказать, потому что наш, ну, или выбирайте другой софт. Хлоп-хлоп-хлоп, проходит время, да, у нас появляется возможность управлять хостами Linux, да, второй пример такой же, да, вот такого же подстройки, под рынок, это я какое-то время занимался продуктом нашим Intune, да, сначала мы целились в наш Windows Phone, да, потом смотрим, доля рынка меняется, соответственно, и я как бы тоже с таким удивлением для себя стал замечать, хоп, фишки там, новые функционалы в Intune раньше появляются для айфонов, потом для андроида, потом для Windows Phone, да, и вот такие моменты, как вот этот анонс, например, поддержки в январе, ну, да, мы все игроки на одном рынке, но здесь вопрос, когда компания говорит, нет, вот это наше, и здесь четкие водоразделы, вот мы в это только верим, и используйте только наше, это одно, когда есть возможность комбинировать, вот мне кажется, для IT-специалистов, ну, так вот, общаясь с там, партнерами, заказчиками, они это ценят, я считаю, что это вот хороший пример вот такого преображения компании. Ну, да, сиквел на Linux, это был сильный ход, я думаю, многие, многие из наших коллег еще не до конца оценили, по-моему, вот, просто, что будет, но я думаю, что мы через пару лет увидим, что, ну, это, конечно, вряд ли, да, там, но, как говорится, в ангую, что во многих проектах, когда наберется определенный комьюнити и наберется определенное количество опыта, я думаю, что SQL Express очень сильно начнет теснить MySQL на каких-то проектах, потому что, как бы, та просто, ну, там, Next, Next, он тоже работает, но, просто зная, там, MS SQL и MySQL, конечно, возможности, там, совершенно разные, даже, там, в Express версии, я думаю, что мы увидим этот момент, что люди начнут использовать. Антон, ну, вот, не сговариваясь, извините, я перебью, не сговариваясь, да, ты вот затронул еще одну важную для меня тему, я вот, как-то везет мне по жизни в компании Microsoft, я начинаю заниматься всегда какими-то, так сказать, пионерскими продуктами, да, или пионерскими направлениями, там, там, Azure в 14-м, там, с февраля я занимаюсь Azure Stack, одной из наших, так, инновационных, инновационных, одного из наших инновационных направлений. Буквально, вот, с января текущего года я вот внутри Microsoft беру под крыло такое направление, как Open Source Software on Azure, OSS on Azure, и, соответственно, SQL on Linux, вот, одна из моих таких вот задач, она не, ну, не с нулевым приоритетом, не такая, например, как Azure Stack, но, да, и вот, я думаю, горизонт там, через пару лет мы посмотрим, что будет. Я не ожидаю там сильных прорывов, но, действительно, я думаю, что интересных проектов несколько, мы точно сделаем. Я думаю, что если будут какие-нибудь лицензии а-ля стандарт, но под Linux и там, например, для разработки каких-то, ну, в общем, если когда-нибудь Microsoft разродится лицензии стандарт под Linux, которая позволит там обслуживать либо бесплатные проекты, либо Open Source, я думаю, что очень много пойдет на эту тему. Ну, опять же, да, мы начинаем, как обычно, любую беседу. Не про Microsoft, давай, да, чуть-чуть вернемся обратно все-таки в эту трансформацию, да, и к тому, что она несет отдельным, там, разным категориям, возможно, да, вот. Я вот могу рассказать, например, первая проблема, с которой я лично столкнулся, вот, при работе с компьютером, это была нехватка ресурсов. И наверняка, не знаю, Антон, ты сталкивался с нехваткой ресурсов, вот, когда тебе надо запустить проект, а он не запускается. Вот, на самом деле, мой первый опыт, это был, в общем, тот самый 89-й год, вот, когда у меня банально на 286-м компьютере не запускалась игра, с которой мы играли с одноклассником, да, реально, потому что у него системные требования были 386-й, вот, но, а интернета не было, и даже фидо у меня тогда не было, и, собственно, и спросить было особо, ну, вот, кто вот, кого я знал с компьютерами, там, второй класс, господи, что там, что я знал, кого я мог знать, вот, и нехватка ресурсов, не запускается игра, ребят, ну, вот, кроме шуток, да, и мы сидели, вот, представьте, это сколько мне было, 9 лет, соответственно, автоэкзек, конфиксис, и мы там что-то комментировали, какие-то строчки, отключали мышки, чтобы запустить игру, потому что суть проблемы, не хватает ресурсов, и потом, ну, это вот такой шуточный пример, это реальный пример из моей жизни, да, вот, и потом, как, конечно, у меня было там масса-масса ситуаций, когда надо что-то попробовать, а ресурсов свободных нету, и, как бы, вот, обращаясь обратно, да, к теме вот этой трансформации, может быть, сейчас Антону задам вопрос, вот, Антон, с точки зрения, вот, нехватка ресурсов, допустим, да, вот тебе облако, например, спасает, или как? Вот, когда в облаке появятся человеки, вот это будет, конечно, самый огонь. А, то есть у тебя нехватка ресурсов людских, да? Ну, в основном, да, но это, шу, ну, да, на самом деле, основная проблема сейчас, кроме, ну, наверное, на мой взгляд, это немножечко в топик, да, но все-таки, основная проблема, это отсутствие квалифицированных кадров, вот, вот это да, я вот, вот здесь я начинаю надеяться на ИИ, то есть как-то, я поднимаю руку вверх, да, то есть, реально, вот, на это надежда, и это, на самом деле, тоже облачная какая-то тема, даже, да, но, на самом деле, да, то есть, решения за пределами твоего периметра позволяют тебе спать спокойнее, это, конечно, может быть громкие слова, но все-таки, когда ты понимаешь, что вместо, там, ну, там, двух, трех твоих замечательных толковых инженеров, и, там, какого-то количества оборудования, твой сервис крутится на трех-четырех дата-центрах на разных, вплоть до того, что переезжает на разные, там, точки земного шара, ну, во-первых, честно сказать, для меня это до сих пор какой-то космос, то есть, я, вот, в постоянной работе, ты когда, и вот, это немножко, на самом деле, тоже автопик, я считаю, что айтишники, с одной стороны, люди счастливые, потому что мы работаем с вещами, которые, ну, это будущее, да, то есть, то, что доходит до среднего пользователя, там, год, два, десять, мы в большинстве своем об этом читаем, мы живем, мы живем немножко в будущем, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но, в этом есть и минус, мы отвыкли удивляться, я вот, например, честно скажу, я, когда вот читаю описание о том, что товарищи сделали систему, что оно автоматически, вот, когда мне рассказывали этот, как, follow of the moon, следовать за луной и прочее, когда мне рассказывали, что вот у нас есть там кластер из там 300 серверов, и он, ну, как бы он мигрирует там за луной, чтобы мы тратили меньше электричества там по земле, на самом деле, сначала я подумал, что да, действительно, как бы это логично, а потом я вот подумал, мы дошли в технологиях до того, что мы действительно можем одним движением мыши заставить работать огромное количество вычислительной техники, там, на огромные километры, не прерывая сервис, куда ты приезжаешь, и вот каждый раз, когда я об этом задумываюсь, у меня на самом деле просто вот как будто мурашки где-то бегут о том, что, блин, да, ну, ребята, вот расскажите об этом нам еще буквально лет 10 назад, мы сказали, да что ты брешешь, это фантастика, такого быть не может, у нас там, типа там, максимум, что у нас там, как сиал на 50 метров бьет, а сейчас-то все это как бы, то есть, ну, это обычная жизнь, вот, и возвращаясь ко всему там, к теме нашего там подкаста, действительно, эти изменения и то, что мы живем в будущем, налагают на нас определенный печаток и требуют от нас определенных каких-то там скиллов и, не знаю, жизненной философии отчасти, вот, ну, это я как-то на самом деле в какую-то другую тему ушел, но зато с вами поделился. Не, ну, на самом деле, возвращаясь к ресурсам, да, давай, извини, давай. Возвращаясь к ресурсам, да, реально помогает, банальный пример, есть некая база данных, тебе нужно отдать, чтобы она доступна была там, со всего мира, окей, ты, как делали раньше, здравствуй, второй провайдер, мы делаем, совсем раньше, никак, грубо говоря, начало нулевых, как, да, по большому счету, никак, ставили пачку серверов, в лучшем случае, какие-то там балансировщики, и это на основе НАТО, это было там, самые передовые технологии, потом, чего пришли, пошли, пришли к виртуализации, несколько серверов, переключения, сервера там переползают с физического хоста на другой физический хост, да, а теперь мы даже на эту тему не заморачиваемся, мы там накликали себе базу данных, где-то в чьем-то облаке, там, Google, там, Asia, уже не стоим принципиально, все, вот тебе строка подключения, вот тебе это, и все, привет, вперед, ты просто единственное, что надо поменять немножко код, чтобы в случае, если у тебя база сразу не ответила, попробуй запросить ее там через 10 секунд, все, и база всегда доступна, и на самом деле это очень сильно помогает, как, ну, как бы, и просто спокойно там, заниматься своими делами, так и, в общем-то, компании двигаться вперед, потому что она знает, что к этому вопросу можно больше не возвращаться, все, оно есть, это здорово. Ну, и, в принципе, подходы, да, к построению таких сложных систем, они меняются, да, вот появляются там микросервисы, появляется сервер лескомпьютинг, тоже новое такое веяние, да, я как-то вот, ну, появился и появился, будучи даже работой в компании, там, которая занимается там, находится там в топе IT-компании, ну, господи, ну, когда еще спросят, один заказчик пришел, спросил, второй заказчик пришел, спросил, оказывается, уже, ну, не мейнстрим, но реально много кто задумывается, да, А что это вообще такое, кстати? А я тебе расскажу, да, давай расскажу, собственно, бессерверные вычисления, то есть, как ты подходишь к решению задачи так, как будто тебе сервер не нужен, и это пугающе для меня, для человека инфраструктурного, да, как-то не нужен сервер, значит, что, не нужен я, как человек, который это обслуживает, на самом деле нет, сервер никуда не, не дается, да, просто мы начинаем по-другому работать с, с ресурсами, ну, суть сервер лес приложения, то есть, вы разбиваете большую, какой-то салюшон на, большое решение на кучу маленьких, и эти маленькие частички, они работают по запросу, самый простой пример, вот, который я демонстрировал недавно, сервер лес салюшона, это, ну, банковское приложение, банковский веб-сайт, банковское приложение, есть задачи, которая должна решаться, ну, время от времени, например, создание, выписки в формате, pdf-пользователь, он зашел на веб-сайт, и решил, а вот давай-ка я закажу себе выписку в формате pdf, как решать эту задачу обычную, у тебя работает виртуальная машина, на которой крутится сервис, который, соответственно, ждет, когда его спросят, как решается эта задача в сервер лес мире, есть функция, которая начинает работать только в тот момент, когда, соответственно, возникает потребность в, вот, в этой самой конвертации, там информация из базы данных в pdf, функция отработала, pdf выгрузила, то есть она вход получила данные, на выходе где-то дала результат, результат надо сложить где-то еще, на какое-то там хранилище или сторч, там, по-английски, да, вот, и все, и функция умерла, суть в чем, что если при старом подходе виртуальная машина, даже самая маленькая, работала там 24 на 7, и стоила там сколько-то там рублей, столько-то копеек в месяц, то в новом подходе, вот это вот сервер лес, ну, в нашей терминологии называется Azure Functions, у Амазона это лямбда, да, то есть вот она там 3 секунды отработала, соответственно, за 3 секунды счет выставился там заказчику, заразовую вот эту штучку, и все, и функция умерла, ресурсы не используются, все эффективно, но это опять же такой, ну, как бы сдвиг к сознанию, да, то есть надо сначала понять, как это использовать, в принципе, какие есть шаблоны использования таких подходов, да, а потом применить эти шаблоны к твоим текущим задачам, и тут, конечно, вот вернусь, да, к теме, а недостаточная компетентность текущих кадров, а как с ней бороться, вот как бороться с ней, у меня, в принципе, есть некая, там, идея в голове, как с этим можно было побороться, Антон, что бы ты подумал, как с этим бороться? Только давайте не будем поднимать тему лесоповалов и массовых расстрелов. Нет, нет, нет. На самом деле, не знаю, во мне, вот, если точки зрения поднимать, ну, образование и вообще вот все эти темы, это такая вот, мне как руководителю, которому периодически нужны люди, это вообще тема очень больная. И если мы начнем в нее углубляться, это будет вообще подкаст нифига не айтишный. Но, на самом деле, я думаю, что здесь, здесь во мне борются два немножечко подхода разных. То есть, я как человек, получивший абсолютно инженерное советское образование еще, да, ну, понятно, что получал-то я уже в России, но все, соответственно, преподаватели, вся школа у меня все-таки еще была советская, она еще не успела к тому времени развалиться. для меня очевидно, что человек образованный должен иметь как бы очень большой кругозор. И наша система образования была заточена на том, чтобы тебя не столько обучить какой-то функции, да, сколько обучить думать. И это вот, наверное, самое тяжелое, научить человека думать, на мой взгляд. сейчас я вижу вот по тому, что я там читаю, смотрю там какие-то ролики, очень часто людей начинают учить какой-то функции. Вот ты, например, там, не знаю, занимаешься бэк-эндом, да, ты занимаешься бэк-эндом. И ты, и большинство нынешних специалистов, они не лезут никуда дальше. Вот я знаю там свой язык ПХП, да, я знаю там набор своих функций, я что-то клепаю. Вот, поэтому как ускоронять эту безграммность? Ну, это реально очень тяжелый вопрос, по-моему, как бы он вообще выходит за рамки этой темы, но на мой взгляд это личным примером плюс каким-то общением. С другой стороны, люди с горящими глазами никуда не удивались. Если найти таких и более-менее как-то направить его, вот этот горячий взор в нужные рамки и главное, главное, главное не подпускать его критическим сервисом, пока в глазах появится не только задор, но еще какое-то сознание, вот, то из таких людей получается замечательные инженеры, которые могут выполнять достаточно там крупные проекты, отвечать за крупные там части систем. Не знаю, честно скажу, Андрей, не знаю, как ответить на твой вопрос, это очень сложный вопрос, на мой взгляд, такой он философский, хотя может у тебя есть какой-то адекватный ответ, типа, сходи на тот сайт. Слушай, давай я поделюсь, ну, то есть это я не претендую на истину там в первой или последней инстанции, но вот идея, которая тоже такой мини-проект здесь у нас в Майкрософте, о котором мы, кстати, уже публично рассказываем, что, ну, сейчас на самом деле вот у людей, которые так или иначе работают с IT, особенно старые закалки, я с многими общаюсь там, да, и вот эти вопросы задаю, есть некая, ну, феномен потери идентичности, то есть старая закалка, да, новые реалии, все очень быстро движется, у студентов тоже, там, кто работает по IT-шным делам, вот ты говоришь, действительно, порой кругозор-то, вот, не очень развит, то есть, и тяжело выбрать тему, я помню, я был студентом, тяжело выбрать тему, в которую тебе надо развиваться, да, то ли сети, то ли программирование, то ли там администрирование, а может быть вообще с чем-то другим, и вот из моего личного примера, я сейчас чуть подведу преамбу, да, а потом вернусь вот к проекту, меня в свое время очень сильно, ну, мне в свое время очень сильно помогло структурировать знания, там, обучение, подготовка к экзаменам, майкрософтовским, и, собственно, на самом деле, ну, как бы, лучше узнав технологии, я понял, что я хочу работать вот в этой компании, и когда случился кризис восьмого года, я, соответственно, покинул ту компанию, где я работал, с позицией рукой для IT-департамента, и пришел работать в компании Microsoft, но путь был ровно через вот подготовку к экзаменам и сдачу, потому что на тот момент это был там шестой, седьмой год, ну, в общем, сертификация Microsoft ценилась, да, по крайней мере, среди работодателей вот российских, я это помню, сейчас мы видим, что вот есть возможность, да, и у нас есть хорошие, опять же, курсы, экзамены, где можно стать специалистом по облачным, облачным технологиям, и здесь, ну, это тоже, опять же, вот буду говорить свое личное мнение, на самом деле, подходы к архитектуре облачных решений, они очень похожи у всех облачных вендоров, но есть там уникальные какие-то названия сервисов или функции, которые есть там, например, у Amazon нету Google и Microsoft, есть у Microsoft нету Google там с Amazon, но, в принципе, большие building blocks, они одинаковые по всем облачным вендарам, и, в общем, на наш взгляд, на наш взгляд, вот этой инициативной команды, профессия войти будущего, профессия будущего, это архитектор облачных решений, потому что, ну, то, что преображение, которое идет сейчас, его уже не остановить, с облаком так или иначе будет завязано много, облак, как мы сегодня проговорили, может быть, приватное, публичное и гибридное, да, я вот адепт, в последнее время адепт последнего, третьего варианта, гибридного, и вот человек-архитектор, это на самом деле творческая профессия, да, выбрать правильные инструменты, правильные механизмы, для того, чтобы сделать наиболее оптимальное решение, какое-то, не знаю, там, приложение к банковской системе, какую-то надстройку над веб-сайтом, какое-то там дополнение к CRM-системе, как это должно работать, кто это должен делать, это должен делать архитектор, архитектор цифровых решений, цифровой вот такой трансформации, и вот если, ну, даже не в качестве рекламы, но мы действительно там практически без бюджета, здесь локально, то он опять тебе спасибо, вот вывел на такую тему, да, начинаем программу, можете поискать в поисковиках, называется она CloudPro 2020, программа свежая, буквально, будем, так сказать, помогать, айти-специалистам, именно помогать, да, не насаждать, а помогать, как-то обрести больше знаний, и расширить кругозор, и двигать тех, кому это нужно, да, опять же, вот мое мнение, что цифровая трансформация, или там преображение, или как хотите назовите, она хороша ровно с той скоростью, ровно в том объеме, который вы готовы употребить, да, вы как специалист, вы как организация, так же, так же и вот это вот изменение профессиональное, да, оно хорошо конкретно вот этому индивидууму, ровно в том объеме, и с той интенсивностью, которую он считает правильным, поэтому вот CloudPro 2020, опять же, не в рамках рекламы, но если чувствуете потерю, что потеря идентичности в IT-мире вас как-то затрагивает, вот давайте приходите к нам, будем вместе думать, как выходить, суть популяризация, популяризация курсов, где можно, так сказать, я реалист, да, ни один курс в учебном центре не выпустит специалисты экстра-класса, ни один, но практика показывает, курсы и сдача экзаменов даже специалистам глубокого, такого технического уровня помогает расширить кругозор, будучи там, общаясь вот с MVP, да, Most Valuable Persons, у нас есть такие, вот опять же, про цены сертификации, да, он говорит, ой, слушай, я сдавал экзамен, я всю жизнь занимался там, дата-сервисами, вот такого, такого разряда, сдаешь экзамен, там тебе, как бы, вопросы по всему спектру, и я тут понял, что там, в том проекте, который я делал, там, не знаю, в прошлый раз, для прошлых компаний, я одну из подзадач решил неоптимально, потому что я просто, ну, не знал, у меня не было вот этого кругозора, некогда было почитать, здесь готовясь к экзамену, я понимаю, что, блин, сервис это, вот они, и вот их удобное применение, поэтому мой ответ по ликвидации вот этой безграмотности, да, или, это может быть громко сказано, по повышению профпригодности в текущем изменяющемся мире, это, наверное, вот сертификация, они есть и для Linux, там, Red Hat Academy, есть отличные курсы для Amazon, ну, собственно, подводя итог, смотрите на обучающие центры, возможно, здесь ответ в том, чтобы быть востребованными не сейчас, а там, через три года, через пять лет, и так далее. Я тут вклинюсь ненадолго, в общем, я немножко объясню, как это работало раньше, почему все пришли к обучающим центрам и какой-то такой структурированной информации, как было раньше, есть некий человек, назовем его, линейкейщик, сисадмин, кто-то, да, ты же программист, у тебя есть работа, так получилось, тебе нужно делать то-то, картриджи менять там, за серверами присматривать, софт ставить, телефоней заниматься, и ты знаешь ровно то, с чем имел дело, и ты можешь поработать большое количество времени, нарешать очень много тикетов, а когда к тебе попадает уже структурированная информация, где у нас разбирается некий набор технологий от нуля, с самого нуля, до уже там специалистов, экстра-класса, и вот это вот прохождение полного курса обучения, когда ты понимаешь всю структуру и ту область, где ты работаешь, все вот эти пробелы, они затираются, и вот, как ты, Андрей, правильно сказал, в некоторых моментах ты до тебя, даже не в некоторых, а в достаточно больших, в большом количестве моментов до тебя доходит, что задачи, которые ты решал, ты решал неоптимально, это можно было сделать по-другому, а то, как ты их решал, уже несколько лет никто так не делает, вот, что еще я хочу добавить по обучению, вот, Антон говорил про советскую школу, да, это действительно очень было хорошо, когда мы расширяем кругозор и учимся думать, расширив кругозор и научившись думать, мы уже понимаем, чего мы хотим от жизни, в какую сторону туда идти развиваться, я бы еще добавил, не знаю, здесь как-то упущен момент именно философии, мы научились думать, расширяем кругозор, мы научились думать, а тут еще важный момент, научиться думать правильно, использовать полученные знания и опыт для действительно каких-то важных вещей, которые помогут и индивидууму, себе и обществу развить какую-то технологию, то есть, еще раз повторю, вопрос философии, у нас есть атом, он может быть мирным, можно там взрывать города, когда ты попадаешь уже на какую-то работу, у тебя есть определенные задачи, ты должен их решать наиболее оптимальным способом, для того, чтобы решать задачи наиболее оптимальным способом, ты должен постоянно заниматься самообразованием, так как сегодня у нас одна технология, завтра у нас другая технология, а через год уже никто не так не делает, а ты продолжаешь делать, как называется, дедовским методом, но то, что ты делаешь сейчас, можно сделать двумя кликами, в современном виде, а ты делал это, не знаю, ставил реплицироваться какую-то базу данных, она там была жутко не оптимизирована, она там сутками гоняла туда-сюда, и в итоге там крышилась и задампилась, как-то так, постоянно нужно заниматься самообразованием и понимать, что происходит в твоей профессии, если ты отстаешь, то, к сожалению, ты не будешь решать проблему максимально, и ты будешь очень много времени тратить на решение проблем, и ничего хорошего из этого не получится, как-то так. Ну, кстати, да, вот банальный пример, мы дошли в компании до того, что у нас есть там 5-7 уже подготовленных машин под разные сервисы, вот мне, кстати, отдельный момент хочу отметить, мне очень понравилось, когда, по-моему, в 14-ом скуле появилась функция ну, что-то типа сиспрепа только для SQL, это прям вот был огонь, потому что поставить скуль был день минимум, день инженера, который за 20 минут поставил операционку, и день ждет, пока накатятся все обновления на скуль, пока он там поставится, пока настроится, пока то-сидо, а сейчас все, час, у тебя, пожалуйста, сервис скулем работы, это, конечно, там, ну, виртуализация, оптимизация, автоматизация, сейчас очень живой пример, Антон, потому что я не исключение был когда-то, потом я узнал про темплейты, потом я узнал про сиспреп, ну, это еще от времена XP, переходы, это висты, ну, если так вот временный интервал взять, то сейчас, к примеру, ты деплоишь, ну, я про десктопный компьютер говорю, даже про сервер, да, по PXE, но как угодно, как тебе удобно, бьешь виртуалку, она там, в нескольких вариантов тебе задеплоить, бьешь физические серверы, по PXE загрузил, у тебя все поставило, все работает, не надо вот этого вот судорожного, с нуля, драйвера, жесть какая-то. Давайте я побуду, да, адвокатом дьявола, чуть там, не то, что противоположную точку зрения, но попытаюсь, такой глаз, да, народу, но на самом деле информации столько много, ребят, и вот вычленить, как бы, да, вычленить, а как правильно, а как делают другие, ну, дай бог, у тебя есть время, ты сидишь на каком-нибудь хорошем форуме, там, да, читаешь, там, делишься информацией, или там, у тебя есть коллега, с кем ты хорошо общаешься, знакомый, там, не знаю, вы там раз в неделю или раз в месяц пьете пиво, там, обсуждаете, там, а если, ну, то есть, суть проблемы, что информации очень много, и всяких нововведений очень много, и понять, где же фишка, которую надо начать использовать, это будет хорошо, а наоборот, неплохо, вот здесь, мне кажется, самая сложность, ведь почему, я на самом деле тоже поддержу вас, то есть, я тоже, конечно, про темплейты узнал, а после, да, какое-то время, я мучился и мучил своих сотрудников, да, ну, там, какое-то непродолжительное время, вот тем, что, да, ручками, потому что вот это вот, а-ля, правильно, да, да, кошерно, и так точно будет работать, а, ну, потом, соответственно, да, вот нововведение приходит, ведь человек, он такое существо, противится, очень противится всему новому, вот такая натура у нас, да, и только уже, когда там от одного, от другого услышал, понял, что да, действительно, это здорово, это удобно, вот, ну, и опять же, всякие вот такие официальные курсы, да, они тебе рассказывают, как, как может быть взгляд самого производителя, взгляд вендора на правильную работу с продуктами, вот, слушайте, хотел еще одну тему закинуть, может быть, извини, Андрей, добавлю, вот, слушая нас, я вспомнил одну такую вещь, которая очень хорошо нас характеризует, вообще, вот, изменение мира, в свое время, мне, еще в школе, надо было написать доклад про Северный полюс, у меня у родителей, благо, была шикарная библиотека, и у меня, кто из советских времен, помнит такая замечательная вещь, большая советская энциклопедия, что сделал Антон, открыл книжку, переписал статейку, он получил доклад, и, как бы, по большому счету, у меня был один источник, который считался достоверным всегда, большая советская энциклопедия была, там были собраны материалы, от, до, там, 80 с хреном томов, и еще каждый год выходили, эти обновления и исправления, исправления, у нас был один источник, из которого мы брали информацию, и, как бы, ты знал, куда идти, а вот сейчас, например, действительно, есть какая-то там проблема, ты начинаешь ее там искать в поисковиках, и тысяча вариантов решений, и ты начинаешь это делать, это делать, а самое, что интересное, что, далеко не все решение помогает, но я по поводу курсов, ну, в дополнение к курсам понял, что я очень люблю по этому поводу ходить на различного рода выставки и некие собрания от вендоров, причем разных, потому что, как бы, тебе понятно, что там есть огромное количество маркетинговой информации, направленной на, там, какой-то там продажи, ну, понятно, все мы люди, все мы человеки, компания делается для того, чтобы заработать денег, не об этом речь, вот, но, там, ты понимаешь видение, видение коллег, которые делают продукт о том, как этот должен продукт использоваться, и какую проблему он решает, и вот, кроме, вот этих моментов с архитекторами, я считаю, что айтишники будущего должны сосредоточиться и очень много внимания уделять не попытке построить систему на какой-то косвенной функции какого-то продукта, а, как ты уже правильно сказал, Андрей, подбирать решения, то есть нужно приходить, читать идеологию продукта, что хотеть, какую проблему он решает, вот неоднократно, я думаю, у всех у нас в, в жизни были случаи, когда мы сталкивались с решениями, когда на какой-то побочной функции или даже на баге, а у меня было раз один раз такой на баге, был простоен целый техпроцесс, то есть в софте был баг, ну, как бы в связи с тем, что эта информация под NDA, я сейчас там не буду на эту тему распространяться, но факт остается факт, в софте был баг, он выполнял определенную функцию не так, как надо, и вот на основании вот этого у людей был построен целый техпроцесс, причем, как бы в итоге, что-нибудь, минус на минус давал плюс, там была ошибка еще одна в другом месте, которая нивелировала эту, и вот вся эта цепочка выдавала правильный результат, и люди при обновлении, то есть люди три года не понимали, почему у них при обновлении все ломается. А потом Microsoft пускает обновление, и нам теперь запрещен доступ к защищенной памяти, да? Нет, это был на самом деле продукт не Microsoft, да не, я просто так, к слову. Ну да, вот, и на самом деле, да, вот такой вот факт был, то есть люди в итоге, им пришлось переписывать целый техпроцесс, переписывать свой собственный софт, выискивать ошибки, ну, они смогли дальше обновлять тот продукт, из-за которого все это было. То есть, по сути, как бы, ну, вот если бы человек, который все это проектировал, и это, не, как бы, взял этот продукт, не из-за того, что там вот какая-то сотая фича в списке основных вещей, да, вот реализует нужный функционал, а просто прошелся по рынку и сказал, ребята, вот мне нужно решить вот эту проблему, кто может? узконаладка, это самое, внедрение функционала, вот на этом этапе, вот так же, как вот с видеосервом сейчас, очень много чего еще нужно делать, если бы этого нельзя было делать, я бы не взялся за это, в принципе. Ну, потому что если какое-то коробочное решение, да, оно уже есть, заранее, уже обговорятся фичи, функционал, который должен быть. Слушайте, а еще хотел поднять тему, на самом деле, говорим, вот сегодня буду таким, как у нас в компании, дисрапшн, да, буду вносить в наши стройные ряды хаос, а вот все-таки, контролируемый хаос, ну, давай, давай. Контролируемый, да, хаос, вот, на самом деле, вот, ну, очень много всего цифрового вокруг нас, а не пугает вас, вот, что иногда сталкиваешься с ситуациями, ну, так скажем, не очень хорошими, и думаешь, блин, вот, как говорят мои одни хорошие знакомые, старый, старый теплый ламповый дизайн, да, вот старый теплый ламповый работал бы точно лучше, чем сейчас вот этот цифровой. Я просто приведу пример, ну, чтобы было понятно, да, как бы к пластиковым картам все уже, наверное, привыкли, да, то есть нет, наверное, того, кто не сталкивается с пластиковыми платежными картами, вот у меня случилась ситуация, то есть у меня есть карта дебетовая, которую у меня заживал банкомат за два часа до начала отпуска, при том, что я летел в то место, где мне нужны были наличные, и вот это вот случилось буквально в декабре, да, то есть там меньше, чем два месяца назад, и это такая патовая ситуация, потому что вот ты, как бы я поехал, подошел к банкомату снять денег на такси, чтобы ехать в аэропорт, и в этот момент банкомат жует мою карту. Ну и конечно же, по воле, случая ряда банкоматов не, ой, банкоматов, отделений этого банка нет. Конечно, это было вот ровно так, и в то место, куда я лечу, тоже отделений нет, и собственно его там, и вот как бы такая, знаешь, обратная сторона медали. Да, удобно, да, ты всегда этим пользуешься, произойди это там, не знаю, после отпуска, или там за неделю до, ну а, заживал, заживал, ты как бы, есть кредитная карта, ты здесь, все доступно, хоп, а тут вот такая ситуация, что делать? А все виноваты Windows XP. Ну за что же это так? Бедный XP, нет, я кстати, мы и на семейном совете выяснили, в общем-то, в чем была ошибка, да, ошибка была, что, как оказалось, этот банкомат не в моей семье, да, вот у знакомых уже зажевывал карты, и это случается с ним, это был уличный банкомат, и делает он это во влажную погоду в районе 0 градусов, то есть, когда 0 градусов на улице, это было 0 градусов на улице, и такой а-ля дождик, уличные банкоматы, оказывается, грешат тем, что они жуют карты. Дай шаг выйти из этой ситуации, это просто лайфхак, ну если, конечно, есть такая фича в твоем банке, как там обслуживается счет, в общем, как я сделал, я сделал несколько карт сразу, я за них не плачу, зажевало одно, у меня всегда вторая, подменная, к примеру, есть, я уже два раза в одно отверстие не буду, называется, самая, да, активство на нубай, пожалуйста, дизайн, все дело в дизайне. Да, нет, соответственно, меня спасла ровно эта ситуация, что мне, не знаю зачем, банк прислал за полгода до этого дополнительно, ну, как бы, еще одну карту, может, они по ошибке это сделали, и я, мне ее привез курьер, я ее взял, и я очень долго расстраивался, прям реально злился на банк, потому что, когда я туда звоню, там, ну, не знаю, два раза в месяц, допустим, зачем-то, они мне, сразу меня переводят на робота, который говорит, а, вы, наверное, звоните, вы хотите активировать карту, я говорю, нет, не хочу активировать никакую карту, но вы знаете, что, значит, что пока вы ее не активируете, ей пользоваться нельзя, я думаю, блин, ну, дебилы, прислали зачем-то, не нужно. Да, они просто предвидели, еще каждый раз мне об этом напоминают, и да, и тут хобана, я вспоминаю, что поскольку я это уже слушал, соответственно, за полгода, раз 12 я это слушал, 12 раз я, ну, там, раз 8 я злился на них, блин, мне же банк зачем-то прислал дополнительную карту, наверное, они знали, слушай, я еду домой, благо это все было из дома, беру эту дополнительную карту, ну, параллельно звоню в банк, они говорят, ну, вы там скажите нам номер, оказывается, это действительно дебетовая карта, которую можно было привязать к счету, в общем, все вот ровно так и решилось, лайфхак, как ты говоришь, абсолютно непреднамеренно, я просто к чему, я просто к тому, что мы про цифровую трансформацию, я работаю в компании, которая там просто вот каждый день, 24 на 7 рассказывает, как здорово в этом цифровом мире, но всегда должно оставаться какой-то бэкапчик, это мое персональное мнение, всегда должно нас что-то связывать с земным, и вот таких вот ситуаций, конечно, как-то надо, не знаю, избегать, ну, как управлять ими нельзя, но вот, что-то нас должно, что-то на земле держать, не онлайн. Мне вот по этому поводу хочется добавить, ну, как бы не то, что добавить, а когда вот начинают мне рассказывать про то, что, а, вот, раньше было теплая лампа, ну, тут же, кстати, еще примешивается любимая тема о том, что, а, за нами все следят, Microsoft, Google, и все, все, кому не лень, назовем это, все, все, это там, тырят нашу геолокацию, я всегда говорю одну простую вещь, окей, тебе это не нравится, хорошо, одеваешься в Рясо, уезжаешь в Сибирь, и живешь там в деревянном доме, это, как он, накрывшись металлической клеткой, тебе это устраивает? Обычно я слышу, говорю, нет, не устраивает, говорю, ну, так все, родной, ты живешь в этом мире, ты либо принимаешь его, либо не принимаешь. Я на самом деле тоже на эту тему достаточно долго парился, до тех пор, пока я не побывал на одном достаточно таком полузакрытом семинаре по маркетингу одной широко известной в узких кругах компании по маркетингу в ритейле. Общий смысл какой? Ребята чего делали? Они брали, вставили в компаниях-партнерах, это обычно крупные торговые центры или сети ритейловые или еще что-то. Фейковые, даже на самом деле частенько даже не фейковые, а просто ретрансляторы сотовой связи. И просто снимали твой EMM SIM-карты. Ни этот, ни Bluetooth, ни Wi-Fi, которые там многие рассказывают, а просто EMM. После чего, ребята, ну, естественно, никак там у них не было доступа ни до твоего FIO, ничего, нет. они просто отслеживали тебя по магазину, связывали твои покупки в некую там базу данных и делали на основании этого предложения. Вот. А вся прелесть в том, что у них была общая база данных. И ты, когда вступал в эти ряды, ты получал некую возможность делать прямо на кассе человеку доп. предложения. Вот. Так вот, я когда это все послушал, я понял, что все вот эти там разговоры о том, что за нами следят, там, ФСБ, это все лажа. Вот, когда начинаешь слушать про это, вот ты понимаешь, вот что значит цифровая трансформация на самом деле, да, и как бы к чему все это приводит. Вот. Ну и возвращаясь к этому вопросу, как вы с кем это относитесь, я, честно сказать, я сделал проще. Я с этим смирился. Ты либо это принимаешь, да, для себя, либо ты просто уезжаешь жить в тайгу, как я уже сказал более ранее, да, и все. Я помню, как я боролся, извините, что вклинись, как я боролся с телеметрией, которую собирал наш любимый синий Microsoft, диагностик, трекинг, выпиливал службы, обновления, потом я смирился за этим. Вот видишь, хуже тебе от этого стало? Нет, ты, бог ты бы с ним, господи, ну собирают они, я довольно часто, да, такой еще пример приводил. Хорошо, допустим, вот видеонаблюдение, да, ну там в какой-то определенной, там, не знаю, секторе, там, недвижимости, да, кусочки здания, но если оно пишет 24 на 7, то пока у нас еще технологии не шагнули вперед, ну хотя есть у нас партнеры, которые анализируют, там, преобразуют метаданные, и так далее, и так далее, но, значит, если кто-то записал это, то должен кто-то быть, кто должен это посмотреть и проанализировать, да, и вопрос, это кому-то надо твои, вот, конкретные действия здесь и сейчас, они кому-то нужны? Не в любом случае, так как этого нет, они будут по ивенту, по событию, то есть, кто-то, что-то, где-то, как-то примерно в это время, и начинается, система, которая распознает, какие-то лица, не лица, по базе данных, они, конечно, есть уже, и работают, но опять же, просто так туда ты не попадешь, вот, что касается послежки, телеметрии, сармов, каждый там преследует свою цель, безопасность, реклама, улучшение ПО, там кучей, с каждого того там запроса, что-то, что-то наполняется, какая-то база данных, она используется по-разному, да, но если ты, как сказать, законопослушный гражданин, ты не попадаешь в разработку, ты не интересен никому, то есть, можно жить спокойно, не парить совершенно. Ну да, действительно, ну, с другой стороны, на самом деле, меня иногда вот, ну, как бы, если ты подумаешь, что тут есть две, как бы, две стороны, у меня есть к этому немножечко двоякое отношение, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что есть факты того же самого, там, взрывы в питерском метро, еще что-то, мы просто не знаем, сколько этого мы избежали благодаря этим системам, этого вряд ли кто будет обнародовать вообще. Да, вряд ли кто нам расскажет, конечно. Я, на самом деле, совершенно, я понимаю, я как бы не занимаюсь незаконной деятельностью, мне нечего бояться, я прохожу мимо милиционера, совершенно спокойно, смотря в глаза, улыбаясь ему, ну, это просто сотрудник, человек, который там, наделен определенными обязанностями, и прилегающая к ней власть, вот. Но, с другой стороны, я вот иногда, вот знаешь, просто думаешь, ну, банальный жизненный пример, ты там с женой перепишешься, какие-то теплые слова и пишешь, и вот ты понимаешь, что, блин, а вот есть ли это кто-то читает? Ценой стороны. Нет, никому. Нет, я понимаю, я прекрасно понимаю, что никому это нафиг не надо, но это, ну, червячок-то, саранож грызет, ты же сам понимаешь, а вдруг, а вдруг они все-таки почитали мой мурмур моей жене. Плакали вместе со всем отделом ФСБ, нежность пробилась в их... Ребята, мы как-то уже куда-то ушли, совсем куда-то... Согласен. Другое, давайте попробуем вернуться в друю. Я давайте, на самом деле, немножечко выскажу свое мнение, потом, Антон, послушаем, может быть, ты захочешь сказать, и тогда еще послушаем Андрея на тему того, что я, мы, на самом деле, я так понимаю, что не факт, что успеем там проговорить про плюс и минус облаков, но я хотел бы точно поговорить, чего ждать разным людям и к чему готовиться в связи с облачной вот этой всей канителью. На мой взгляд, работа конечного хелпдеска не поменяется, кардинально не поменяется. То есть, вместо того, чтобы знать, как работает, например, Outlook земельный, админу нужно будет знать, в какую кнопку ткнуться в облачном Outlook. Соответственно, то же самое с Vardome, с Excel, со всеми сервисами, которые мы потребляем. Возможно, станет несколько проще в том плане, что у тебя уйдут проблемы, связанные с конкретной версией софта, то, что тебе не нужно там настраивать. Банальный пример. В последнем Exchange появился очень навороченный клиент вебовский, практически идентичный по, во многом идентичный по функционалу настольному клиенту. Включай, мне, кстати, говорю, вот, Андрей, отдельный такой, не знаю, респектный, респектный, но я очень был удивлен, что можно включить кэширование, ну, на самом деле, да, это просто очень клевая фича, мне очень понравилось. Можно включить кэширование, и ты можешь пользоваться своей почтой онлайновой в веб-морде просто без интернета. Я, когда это видел, услышал, я думаю, блин, как бы клево. Дожили. Да, соответственно, дождь, блин, вот эта идея на поверхности лежит. Возьми и реализуй. Вот. То есть, хеллдеск, на самом деле, будет больше заточен, наверное, на знание багов браузера, чем и фич браузера, нежели на знание конкретного софта. Вот. Ну, зато, и, ну, соответственно, плюс там настройки сайтиков какие-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот. Второй линии, третьей линии техподдержки, там будет, я думаю, ближайшие лет, там, 10-15, кардинально ничего не поменяется. То есть, почему я говорю про такие цифры, это примерно те сроки, в которых окончательно выйдет из строя то оборудование, которое закупается сейчас. Да, даже у нас в компании есть, постоянно закупается какое-то физическое оборудование, чего-то мы там добавляем туда-сюда, даже при условии, что мы пользуем облачные сервисы, все равно этот процесс идет. И я очень сомневаюсь, что там в этом году все перестанут вдруг резко закупать оборудование. Ну, вот как раз там, наверное, где-то лет через пять, когда тема с облаком и со всеми этими вещами окончательно придет в разряд такой бытовухи, я думаю, что многие компании начнут туда уходить. И вот как раз крупняк, я думаю, лет через десять так вот уже совсем сместится, скорее всего, с локальной инфраструктуры до дооблачной. Поэтому там как раз и появится то, что говорил Андрей, это облачные архитекторы, выбор решений и прочее, прочее, прочее. А вот инженерам я думаю, что сейчас как раз и надо очень плотно садиться в изучение всех этих вещей, потому что это как раз те люди, которые будут и топ-менеджер, ну как бы не только и не столько инженеры, сколько руководители отделов, руководители департаментов IT. Это те люди, которые, собственно говоря, будут рулить этим переходом и нам уже сейчас надо четко понимать а что же на той стороне берега-то, что в этих облаках, насколько там мягко спится. Здесь нам мягко спится, а уж сколько, как там будет это. И плюс я думаю, что еще один достаточно важный по России сдерживающий фактор это каналы связи. Это вот как бы любимая тема, про которую мало кто вспоминает, когда говорят про облака. Это каналы связи, потому что... Все кроме меня. Ну почему? Я же тоже об этом говорю. Многие, давайте скажем так, многие об этом выпускают, потому что вот купить там 10-20 мегабит и нет, да, без проблем, это сейчас как бы уже как пошел купил кефира, пошел купил себе интернета. А вот что-то более-менее адекватное, чтобы можно было гонять действительно какие-то более... Ну, архитектуры, а я говорю про скорости где-то 200-300-500 гигабит, это уже, во-первых, достаточно большие деньги, во-вторых, далеко не везде достанешь. Вот. И пока вот есть проблема с каналами связи, она есть для... Это, на мой взгляд, будет сейчас основной стоп-фактор для какого-то дичайшего развития облаков. Вот то, что я по поводу думаю, по поводу всего этого. Поэтому, на мой взгляд, не надо бояться, глупо бояться, нужно просто воспринимать это как реальность и к ней готовиться. То есть, знаете, вот в детстве мы боялись к врачам ходить, кровь сдавать, ну, а во взрослом возрасте ты тоже где-то боишься подспудно, но ты понимаешь, зачем ты это делаешь. И ты идешь, и, соответственно, как бы, может быть, где-то внутри отресясь, но все-таки делаешь то, что должен. Вот. Антон? Я, наверное, про каналы добавлю, чтобы сразу, ну, у наших любимых слушателей было понимание некий такой best practice, как можно сделать. как я это вижу, возможно, там еще какие-то варианты есть. Скорее всего, есть. В общем, если мы уходим в облако, что такое облако? Это должно стать заменой локальной серверной. Сейчас стоит такой переходный период у нас вот эра дата-центров, там есть колокейшн, да, ты там привез свои железки, они там стоят, но здесь стоят, радуются холоду, бесперебойному питанию. Вот. В этой конфигурации также нам нужно иметь каналы дата-центра, желательно широкие, ну, в зависимости от трафика и метода, так сказать, взаимодействия рабочих станций с серверами. Это будет у нас как в терминалке, либо какой-то толстый клиент, нативный, там, не знаю, проводничок, какие-то шары, да, либо это будет тонкий клиент, PowerGP, например, работающий, и в зависимости от этого будет разная скорость. Что у нас, ну, которая будет нужна, что нам нужно учесть, если мы уезжаем в облако, облако, это некая такая структура, куда можно виртуализировать все, что у тебя есть, ты будешь в будущем платить намного меньше, нежели даже это тоже колокейшн, потому что тебе дали ресурсы, тебе даже думать не надо больше ни о чем. А сервера все-таки, которые стоят у тебя в дата-центре, это физические железки, они требуют технического служения, винты уходят из строя, не знаю, светодиски, кулера, вот все, что угодно-то может случиться, это требует постоянного, так сказать, контроля. Когда мы берем в облако, мы платим некую абонентскую плату кому-то, кому выбрали, своим провайдером облачным, и это уже не наша головная боль, абсолютно, просто платим денежку небольшую ему, и у нас все работает. И в той конфигурации нам нужно решить, как же быть с каналами, и где находится наше предприятие в каком-то бизнес-центре или там какое-то отдельное здание. Как правило, на одного оператора никогда рассчитывать нельзя. Одно плечо, это всегда риск, что произойдет момент X, назовем принятым словом стандартно факап некий, и ваш канал связи просто перестанет работать, и тысячная аудитория пользователей вместе со всеми сервисами также будет недоступна. Здесь нужно иметь как минимум двух операторов, и тут уже на вкус и свет, как я сказал, до этого в зависимости от ширины канала можно поработать несколько решений. Допустим, если у нас удобное расположение, у нас есть поблизости парочка операторов, опять же, все зависит от бюджета, можно и с тремя договориться, есть несколько технологий, которые позволят сделать подключение до обычного сервиса. Если мы такие все безопасные, и мы не хотим, чтобы наш трафик сармился, хотя он и так не будет сармиться, если мы используем каналы передачи данных, сармятся у нас только пользователи в интернете. Вот, если мы берем канал передачи данных у оператора, неважно каким способом, он не попадает под эту категорию, и он как бы прозрачен. Но, опять же, здесь надо доверять оператору, что он не будет там зеркалировать, мирорить ваш порт, потому что там шпионик за вами, сценарии бывают разные. Вот, можно взять несколько волокон, то есть на нашей стороне мы ставим активное оборудование. не знаю, какой-то коммутатор, а лучше два. Собираем несколько волокон, объединяем их в порт-ченел, настраиваем балансировку, и у нас все работает. Так как у нас сидят пользователи, они работают, у них должна быть телефония, какие-то набор сервисов без телефонного аппарата, без ПК, либо тонкого клиента, не обойтись. В любом случае, в этом помещении дата-центр будет некая, уже не серверная, а просто назовем, ну да, стандартным словом, коммутаторная, где будут стоять коммутаторы непосредственно, которые будут подключаться к пользователям. Все эти коммутаторы будут, коммутаторы уровня доступа, будут сводиться в эти два больших коммутатора уровня агрегации, дальше вот эти волокна будут уходить непосредственно без вмешательства оператора. У нас будут пассивные волокна до того места, до того дата-центра, где находится наш облако и там дальше приходить на наши коммутаторы на той стороне вот и там может быть все что угодно. Если нам нужен еще интернет свой какой-то, можно поставить роутер. Если нет, если у нас роутер будет виртуализован, можно там на том же сервере держать. Ну, то есть там много различных вариантов. Вот. И у нас есть некий пурт-ченел, допустим, нам нужно 20 гигабит. Мы берем одно волокно одного оператора, берем второе волокно второго оператора, объединяем их в один логический канал и у нас все хорошо, все работает. В случае падения одного из операторов, в деле, конечно, эти волокна развести там разными способами, один можно накинуть там, не знаю, по воздуху, второй по анализации, это нужно в ТЗ-ти момент отговаривать. И в случае падения одного из операторов, по идее, даже никто ничего не заметит, так как большинство у нас соединений идет все-таки все же по TCP, может быть, голос какой-то придется на какую-то долю секунды, пока идет восстановление. И не будет простой сервиса и у нас такая застойчивость увеличивается. Также можно у оператора взять просто каналы передачи данных в зависимости от нужной нам скорости, которые также будут приходить на наши коммутаторы, там также можно собрать какой-то виртуальный канал. можно взять также услугу виртуальный кабель, его также можно объединить в некую одну логическую трубу, которая будет балансировать и отправлять трафик непосредственно в облачную систему. Вот как-то так. Есть еще один вариант, это также у нас имеется несколько операторов, канал битнес-центр, где мы сидим, приходит несколько проводочков, на наших роутерах разворачивается автономная система, BGP, и уже организуется канал на уровне L3 между дата-центрами. Также при падении одного оператора мы перестраиваемся на резервный канал. В боевом состоянии у нас работает также балансировка, исходящие будут идти в зависимости от того, как мы настроим в одно, через одного оператора и через другого. Входящий трафик также можно настроить как угодно. Минимум два оператора и технология, которая будет использоваться, это собственно на ваш выбор. Поэтому вот этот момент я акцентирую ваше внимание, очень важный, так как одно плечо это всегда очень большая вероятность, что это случится именно тогда, когда не надо. и какой бы ни был SLA договор с вашим провайдером, это может не покрыть убытков, которые например могут произойти. Есть компании, особенно банковский сектор, либо хостинг какие-то провайдеры, где там простой час идет десятки миллионов рублей. долларов вряд ли, но рублей точно. Слушай, ну Антон, по-моему, сейчас решил настоящую архитектурную задачу, прям в прямом эфире. Прям респект. На самом деле меня то, что сказал Антон, напомнило еще одно, вернее, сподвигло на еще один момент, который тоже, я думаю, нужно бы сразу же объяснить и описать, раз мы тут пришли к вопросу облаков и не пришли, о них поговорим. Все большинство сервис-провайдеров и прочего всегда говорят о каком-то своих функциях и своих каких-то плюсах, но мало кто из инженеров, вернее, даже немножко не так построю фразу. В нынешних реалиях инженеры и руководители IT должны очень неплохо понимать, как должен строиться ЦОД. Я не говорю о том, что они должны уметь построить ЦОД, я говорю о том, что они должны понимать, как он должен быть построен. Объясню, почему. Вот мы, когда ЦОД выбирали, я достаточно много их по Питеру объездил и видел много достаточно забавных вещей, начиная от каких-то просто подвальчиков, где даже которых, которые переплюнула даже наша серверная комната, вот, до действительно хороших, там, как, например, Миран, как в Бунч Бурьевичи. Бядь, Миран засветился в подкасте. Да, 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 да. Бунч, кстати говоря, очень такой достойный ЦОД. Мне очень понравился Links Data Center. Коллеги, опять же, да, это мое личное мнение, это не реклама этих Data Center, просто я там был, я общался, видел вживую, как все это сделано, как все это работает и просто высказываю свое мнение, да, то есть, мне понравились эти места. То есть, видно, что делали инженеры, то есть, люди технические. Это не маркетинг, да, где там тепляп. Антон, а может быть, даже и архитекторы. Да, возможно, что да, там, как бы это, вот, и я к чему все это говорю, то есть, если раньше для того, чтобы построить свою инфраструктуру, нужно было обращать большое внимание на вендоры оборудования, на какие-то там вот нюансы с операционных систем и прочее, то с уходом в облака тебе, ты фокус с этого немножечко смещаешь в сторону, а то, как построена инфраструктура у твоего сервис-провайдера. То есть, ну, вот банальный пример. А если у него... Транспорт, да. Как доехать до ЦОДа, да, как, что, можно ли вынуть оттуда свои данные, то есть, ну, банальный пример, это, а что будет, а если вообще дизель-генератор, у ЦОДа, где располагается твой сервис-провайдер, где крутятся твои виртуальные машины, а какая там охрана, а можно, а если ОМОН туда придет, то есть, на самом деле, это абсолютно те вопросы, на которые реально мало кто задумывается до тех пор, пока это не случается. Вот. И возвращаясь к тому, что вообще, как бы, чего несет нам будущее для нашей IT-инфраструктуры, не инфраструктуры, а для нас, как айтишников, я думаю, что несет еще больше, еще большую необходимость в еще более широком кругозоре для принятия решений. И на самом деле меня это вот отчасти запугает, потому что даже я сейчас в общем-то, ну, не глубоко, но зная достаточно много нюансов, понимая, что мне этого мало для того, чтобы принять то или иное решение. Мне нужно знать все и очень глубоко, и я понимаю, что мне не то, что жизни не хватит, мне там, как у кошки, девяти жизни не хватит, чтобы все это выучить. И в общем-то, учиться, учиться, еще раз учиться, вот что ждет нас впереди, вне зависимости, уйдем мы в облака, не уйдем мы в облака. Вот, это такое немножечко отстраненное мнение, ну, нет, не отстраненное, да, лирическое отступление на тему, возвращаясь к этому. Да, я согласен с Антоном, на сети, сети сейчас выползают в очень такой критический момент, потому что, если, ну, как бы раньше все это была локальная сеть, были свои, там, у кого-то серверные комнаты, у кого-то даже действительно более-менее, там, приличные собственные маленькие дата-центры, были свои гигабиты, да, 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 то сейчас, собственно говоря, уже все, то есть, и еще один момент, кстати, нюанс, да, то есть, дата-центры могут располагаться по разным континентам, как я уже говорил, но тебе нужно уже получать, нет, немножко не так, вот, когда у тебя есть собственный дата-центр, где ты даже, ты знаешь, где он находится, ты к нему подтягиваешь кабель или строишь, или там это, когда ты делаешь колокейшн, чаще всего ты все равно покупаешь некий канал связи до него, ну, как правило, какой-то VPN-чик может быть тебе от провайдера, но обычно это находится там в пределах одного города это реально организовать, а с облаками очень интересная ситуация, вот у тебя облачная инфраструктура, и у тебя получается к ней доступ только через интернет, и вопрос безопасности начинает играть вообще другими красками, а как мы туда подключаемся, окей, а где нам взять эти каналы, аж как мы... начинаются там давайте поставим два роутера и будем гонять IPsec, а потом мы что-нибудь еще придумаем, ну да, паблик интернет, да, извини, что перебил. не, да, это действительно это примерно то, что я хотел сказать, то есть мы должны немножечко поменять для того, чтобы с этим жить, надо поменять идеологию и... Можно, потому что, нужно перейти на IPv6, там IPsec нативный. Ой, слушай, IPsecv6, это, я честно скажу, знаешь, это мне напоминает Санта-Барбару, все смотрят, все это, все об этом общаются, но никто в этом участвовать не хочет. Потому что IPv6, да, там как бы у нас же у вас был подкаст по поводу IPv6, я слушал, я вот просто понимаю, что еще не один год должен пройти, я думаю, что даже, наверное, не один десяток лет, чтобы IPv6 действительно там как-то выстрелил, так как он должен был выстрелить. Ладно, это лирика там. Вот. И поэтому я думаю, что в будущем нас ждет только веселье, потому что сервисов все больше. И знаете, вот у меня что, есть какое ощущение, что именно админов станет меньше. Именно вот старых, олдскулных инженеров их станет меньше. Они уйдут все, я думаю, ну вот, мне кажется, да, либо это будут люди, которые будут заниматься больше менеджментом и архитектурой, вот, потому что, ну, таких людей много не надо. То есть, сейчас, для того, чтобы, ну, вот в крупной компании держать сервисы, то есть, это там обычно виндовый админ, линуксовый админ, там, если компания больше, это админ по, там, безопасности, по мониторингу. Сетевиков не забываем. Ну да, Сетевиков это отдельная каста, мы их любим, уважаем, братья вы достучались до наших сердец. Вот, не, ну, как бы, Сетевики. Сетевиков это фамилия? Да. Ровно так же, как и Иетого. Любимая фамилия в день зарплаты. Вот. Мы все перекочуем, скорее всего, больше, вот именно, в сервис провайдеров, больших каких-то интеграторов. Вот. Это все в меньшей степени останется в так любимом нами кровавом энтерпрайзе. Вот. Но, с другой стороны, у нас появятся такие люди, как, гораздо больше появится программистов. Ну, да, даже не так. Не столько программистов, сколько людей, которые умеют из кубиков этих облаков собирать какие-то сервисы. Потому что, ну, с другой стороны, да, у нас в компании есть сервисы, которые я писал на PowerShell. Реально, продакшн, вещи, которые там занимаются, либо отдают какие-то сервисы, там, есть интеграция на нем между двумя разными системами. И это работает, то есть, как бы, это работает годами. Повершел круто. Мне очень понравилось, когда в ССИМ-центре двенадцатом логинчик там монтировали. Хорошо совсем стало. Повершел. Я больше скажу, я для внутренних нужд компании написал на PowerShell веб-сервер. Потому что он реально решил кучу наших проблем. То есть, я, кстати, не знаю, Андрей, и я надеюсь, что когда-нибудь ты там донесешь до коллег, что, может быть, вы там сделаете свой нативный, чтобы мы могли как-то веб-сервис. Может быть, к ИСу можно будет простенько прикручивать PowerShell, потому что это боль. И, как бы, в связи с тем, что мы идем очень много веба, это реально бывает очень нужно. Пришлось писать самому. И тоже на PowerShell. Вот. Опять же, архитекторскую задачу решить. Ну, а что делать? Пришлось. В практическом ракуре. Вот. И, собственно говоря, я думаю, что мы получим перераспределение людей с точки зрения, ну, на мой взгляд, будет меньше инженеров в нынешнем классическом понимании, зато будет больше вот этого модного слова DevOps, который толком никто не понимает, что оно значит, но оно есть. Вот. Я думаю, что будет больше как раз вот этих именно архитекторов, которые там собирают, пишут какие-то там интеграции между системами. Вот. Мне кажется, мы туда придем в итоге. И ты же программист. пойдем туда, от чего начали. То есть, сначала у нас идет концентрация знаний в одном человеке, потом эти знания распределяются между людьми, потом опять собираются в одного, который будет там, ну, грубо говоря, собирать сервисы из пазликов. Такой процесс у нас, пульсация идет какая-то там, сжатие, расширение. Ну да, цикличность. Да, да, я полностью согласен. Ну, скорее, да, задача дизайна, она так или иначе будет консолидироваться на ком-то вот центровом цифровом архитекторе, да, центровом цифровом архитекторе, который дальше уже нарисовав правильный дизайн, раздаст, раздаст его и отдельные кусочки этого решения будут внедряться отдельными узконакромными специалистами. Ну, я можно уже вклинись? Ты уже вклинился? О, отлично, вы заметили. Смотрите, ну, я вот согласен с Антоном, который решил сетевую задачу архитектурную прямо в прямом эфире. В общем-то, тут я единственное, что вот хотел бы сделать пометку, что мы говорим про уезд в облака, но еще раз, вот я не согласен с вот такой формулировкой, да, уезд в облака. Это, в первую очередь, облако, это подход, подход к тому, как ты решаешь свои задачи. И здесь я бы сказал, что это не уезд в облака, а изменение подхода к твоим ежедневным, к твоим ежедневным способам, как ты решаешь свои задачи. Облачно решаешь или по-старому? И еще я заметил, ребят, да, ну, у меня профессиональная трансформация, сразу прошу прощения. Вы рассказывали две истории, да, таких вот, заглянуть в будущее, компании, у которых большой офис, и которые, там, где-то вот, люди должны приехать на работу, что-то поработать. Есть масса, масса организаций, я просто общаюсь с партнерами, они мне рассказывают про своих заказчиков. Масса, масса организаций небольших, у которых не то, что там серверные, офиса нет, да, люди работают из коворкинга, да, если это удобно, или вообще там из какого-то домашнего офиса. Да, 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 есть такое, да. Да, и здесь вот этот вопрос, там, да, два провайдера, три провайдера, там, и какая-то отказоустойчивость, она уходит, потому что у них, они берут сразу, да, это такие компании, как мы их называем, born in the cloud, да, им сразу удобно, они не берут капитальные расходы, не затрагивают капитальные расходы на приобретение какого-то оборудования. Есть бизнес, который надо обслуживать с точки зрения IT, они арендуют эти ресурсы, если бизнес прибыльный, он окупается, если там, не знаю, если это стартап, их кто-то, ну, кто-то инвестирует, там, есть donation и так далее, на этап развития, если бизнес неприбыльный, ну, они его закрывают. То есть здесь, хотел бы вот рассказать, да, есть масса-масса организаций, которые небольшой, кровавый интерпресс, да и даже, ребят, ну вот в нашем офисе есть, конечно, серверный, но у нас нет ни одного, по сути, сервера вот здесь, вот в здании, в кроватском. Хотя здесь работают, извините меня, там, по тысячу человек. Вот пример, да, я, кстати, раньше любил, вот я работал, когда в партнерском преселе, был блог, который назывался «Масса-масса статей», ну, на русском звучит, как MS-IT решает ту или иную задачу, где IT-департамент большой компании рассказывал, как реально, вот, day-to-day они решают те или иные задачи по менеджменту, по security и так далее. Вот. И, Антон, тогда вернусь вот к тем должностям, которые ты назвал, там, да, у нас прозвучали хелпдеск, админы и вот такие, инженеры, да, как бы. Вот, я поделюсь своим взглядом, поскольку работал, в общем, и хелпдеском работал, и админом работал, и инженером работал. Все прошли через 31 позор. Все тут прошли. А как? Я вот считаю, что хелпдеск станет более творческим, потому что с тем, как развиваются технологии, ну, функция хелпдеск, мы пытаемся автоматизировать, роботизировать, да, там, боты какие-то, вики, там, не знаю, почитай тут, там, какие-то автоматические предложения, как решить ту или иную ситуацию, но, человек все-таки любит общаться с человеком, и поэтому я вижу, что самые тупые проблемы будут решаться так или иначе автоматически, а задачи тех людей, которые останутся на ролях хелпдеска, да, она все-таки станет более, ну, более интересной, более творческой, то есть тупую рутину сможет решить, там, машинный интеллект, а тебе будет доставаться что-то там, такое а-ля, там, вторая-третья линия, как мы говорили, то есть здесь наверняка мы увидим приход тех же самых ботов, тех же самых, того же самого artificial intelligence в эту область. Извини, не могу ни в кинуться, Андрей, картриджи будут ездить роботы менять? Не, ну, все-таки, картридж, мы не отдадим замену роботу, картридж надо с него сходить. Ну, да, вот, но, но, может быть, это же такое, что там, замена картриджа будет выполняться ролью оператора по обслуживанию принтеров, а картридж будет проактивно заказываться с помощью, там, какого-нибудь, там, ну, банального облачного сервиса. Вот и все. То есть не будет такого, что это проблема, да, то есть это будет проактивное обслуживание. Можно я ответить? Да, да, конечно. По поводу работы на местах отличная тема, на самом деле. Я сам так работал, когда работал в одном из операторов, у нас была такая недокументированная фича. можно было там денек-два в неделю как-то из дома, по VPN, по RDP, и теги-то решать, и все, чем угодно заниматься. Ну, по инженерной теме, с свечами, с роутерами. По поводу дизайна, который я озвучил, он достаточно простой, стандартный, если у нас, ну, это я использую частный пример, когда у нас есть вот настоящий такой, не знаю, сейчас он настоящий, да, с людьми живыми, которые ходят, у них кончаются картриджи, они звонят по телефону, они ходят на обед, какие-то совещания проводят. По поводу удаленки, здесь те же самые принципы работают. Опять же, здесь, если есть разделение, то у нас есть какая-то часть своего оборудования, да, где мы определяем, как у нас будет сетевое взаимодействие происходить, и осуществляется отказозастойчивость. либо это все полностью будет на уровне облака, то есть у нас стоят какие-то две железки, да, они виртуализированы, тем более, все к этому идет, если у нас облако, то пускай оно будет, пускай будет и сеть там виртуализирована, подняты какие-нибудь, к примеру, там, циски, да, человек из дома сидит, у него есть интернет домашний, да, как правило, люди, которые работают из дома, не знаю, как везде, но как правило, дома должен быть еще и резерв, резервный оператор, сейчас, кстати, можно включить резервного оператора без проблем, там, с каким-нибудь тарифом, там, к примеру, сутки, за сутки платишь, то есть не обязательно платить, там, за двух операторов, это самое, каждый месяц полную, полную, ну, ту самую, полную стоимость, вот, без перебойничек, желательно, там, либо ноутбук, либо какую-то такую машинку, которая сможет в случае отключения электроэнергии, локально, понятное дело, если и глобально тебя отключат, тебя, возможно, и оба оператора отвалятся, потому что они, как правило, работают по служебной фазе коммутаторы, вот, что у нас используется, у нас используется обычный, SSL, TLS, канал между облаком, либо серверной, в данном понимании, как сейчас, так тоже бывает, человек пошел, там, приболел, но он может выполнять свою профессиональную обязанность, он там, не знаю, одинесник, одинесер, программист, в общем, и он может дома, там, в удаленке писать код, и абсолютно его присутствие возлеся необязательно, так же, как вот с настройкой оборудования, когда ты знаешь, что ты делаешь, понимаешь, что можно одной командой все завалить, когда ты знаешь, что ты делаешь, ты не нужен на месте, потому что, даже находясь на месте, до ближайшего датика, в котором находится оборудование, там все равно добираться прилично, в общем, что мы имеем, мы имеем шифрованный канал, в котором косвями отдается телефония с одной и с другой стороны, и какие-то данные удаленного сеанса, человек сидит либо с гарнитурой, либо там, с аппаратом, телефоном, какой ему удобно, он принимает звонки, которые будут выступать к нему в случае необходимости, не тратиться на мобильный и все это остальное, и он полноценно работает, мало того, это просто вот видимая часть асберга, сейчас существует достаточно большое количество систем, где называется виртуальный офис, там такая, то есть дашборд, где на этом дашборде есть некие комнаты, в этих комнатах люди находятся, такие виртуальные человечки, и в зависимости от того, что ты сейчас за компом делаешь, там, общаешься, где-то с кем-то в конференции, да, там, по видеосвязи, не по видео, по аудио, это уже там детали, либо ты там отошел куда-то, видно твой статус в этом, в этой программке, да, и чем ты занят, допустим, ты ушел куда-то, там, покраснел, связи там нет, то есть есть такое некое подобие контроля за сотрудниками, в любой момент можно там вызвонить, писать, если там человек не отвечает, значит, не работает, я не знаю, но вот, поэтому здесь интересен момент, каким образом взаимодействует эта система с сервером, который находится в облаке, и непосредственно предоставлением внешнего агента по паблик-интернету с использованием шифрованного туннеля, либо какое-то свое оборудование, либо полностью целиком берется на сервис, где там и в GP, и все что угодно, которое не падает, а если падает, оно падает незаметно. Человек у себя дома сидит там с двумя операторами, у него там один накрылся, он там проводочек переткнул, либо настроил какие-то эти самые, как правило, первоначальную настройку делает все равно свой человек, который штатно работает в компании, либо по руководству, то есть у него там оператор отвалился, он отключился на другого, у него все работает. Но вот как-то так, я думаю, очень мало времени пройдет относительно десятилетия, года, когда и сейчас это происходит, даже по сравнению этого билайна, который выгнал кучу сотрудников домой работать, потому что это и сотрудникам выгоднее, и за аренду платить не надо. Поэтому профит есть, ездить никуда не надо. Антон, ну ты взял реванш у меня за то, что видишь, я как бы тебя так сказать, чуть-то так сказать, поставил на вид, что не ту компанию описал. Ты взял и решил вторую архитектурную задачу. Вот, да, собеседники у меня сегодня, конечно, угонят. Слушайте, ну про админов, Антон, я давай про админов и про инженеров тогда вот буквально хочу рассказать. Админы. Опять же, вот там Антон рассказывал, да, что все-таки будут, и тут будут изменения трансформационные, админы довольно часто перерастают в СИО, ну по крайней мере вот из-за моего опыта, да, но вот роль СИО, да, админов, Антон сказал, их будет меньше, ну, наверное, да, наверное, роль будет, даже, скажем так, может быть, их будет по количеству столько же, но роль изменится, да, то есть это не будет банальная там какая-то, опять же, рутинная такая работа, все-таки больше творчества будет, и что хотел сказать, да, вижу, уже вижу, да, визитки людей, должности на которых меня, честно сказать, завораживают, да, и должности связанные с организацией изменений в бизнесе, вот такие должности видел он недавно, две визитки видел сам, одну на картинке, значит, диджитал, чиф диджитал трансформейшн офисер, сейчас буду называть, извините, я не смог сдержаться, да, позиции на английском, вот реально, да, значит, чиф гроф менеджер офисер, то есть реально бизнес, когда думает о как нам расти, то есть выводится в штате, в штате заводится вот такой гроф менеджер, который отвечает за рост бизнеса, это новые должности, и очень, ну, большой шанс, что вот текущие админы, будущие CIO, если у кого-то так карьерная лестница строится, да, они могут быть как раз вот такими, как сказать, амбассадор, да, по-английски, это, наверное, адвокат, защитник вот таких цифровых, цифровых переменов в организации, ребят, должность, которая реально меня сразила, не знаю, смех, слезы, что сейчас будет, чиф паблик клауд адопшн офисер, вот, видел фотографию визитки человека, огонь, значит, директор по адаптации применения публичных облаков в организации, вот, не шутки, и вот, как бы, это пока кажется такими вырожденными случаями, экстремальными, но мне кажется, мы туда идем, это вот, что касается админов и некого, куда будет двигаться, ну, инженеры, да, все-таки инженерная функция, то есть инженер, ну, смотрите, там, не знаю, кто, там, Младыгин инженер, там, да, придумал лампочку, вот инженер, там, не знаю, там, Билл Гейтс, инженер с большой буквы, да, вот, задизайнил, там, не знаю, Джеффри Сноуэр, вот, архитектор-инженер, который там, Windows Server, сейчас поддерживает, все-таки инженер будет больше с таким архитектурным уклоном, вот мне кажется, да, и опять же, это будет архитектор, скажу это слово, цифровой трансформации, ну, цифрового применения, цифровых подходов к бизнесу, вот, я вижу такие изменения, и произойдет это, Антон, но не через 10 лет, я говорю, у меня профессиональная деформация, вот, будет это гораздо раньше, вот, это, это я свое мнение высказал. Кстати, Антон прислал профессию IT-евенгелисток, я тебе хочу сказать, это вообще не это, IT-проповедник, эта тема появилась уже лет 10 назад, и на самом деле, вот, был такой товарищ, достаточно интересный, господи, Георгий Гуджиев, человек-огонь, как он себя называл, тоже, любил послушать его выступления по поводу продуктов Microsoft, и вот это был один из таких вот ярких примеров именно евангелиста, соответственно, товарища, который проповедовал. Поэтому... Давай Георгию передадим привет, мой хороший товарищ, вот, может быть, он нас даже услышит в этом эфире, вот, а на самом деле, IT-евангелист, это стандартная роль у нас здесь, в Microsoft, вот, может быть, звучит, конечно, для незнающих как-то нестандартно, но у нас это правило уже такое. IT-проповедник мне больше нравится, то есть это вообще просто огонь, я себя, пожалуй, если, этот какой, если уйду из своей компании, пойду в IT-проповедники, на самом деле, я хочу сказать, что это, ну, вообще, тема, которую мы сегодня затронули, она настолько обширная, глубока, что на ней можно реально разговаривать часами, кстати, сколько уже там, ну, два часа мы уже трепемся, вот, да, поэтому, я вот, ну, для себя достаточно часто, ну, сами понимаете, когда в определенном возрасте, когда у мужчины появляется, там, не только работой, горящие глаза, но и, там, жена и дети, ты начинаешь задумываться о своем будущем, о том, правильно ли ты выбрал профессию и прочее, и я вот, всем, кто нас слушает, хочу сказать, что если вы выбрали себя, себе профессию, как IT-специалист, ну, понятно, что слово специалист уже затасканное всеми, там, это, но вот именно, если вы действительно любите IT, и вы ими будете заниматься, вы, на мой взгляд, выбрали, там, на ближайшие лет 30 точно верную профессию, вряд ли что-то у нас там кордельно поменяется, но с другой стороны, эта профессия очень такая, мутирующая, очень быстро. Да, и здесь нужно прекрасно понимать, вернее, очень четко понимать, что то, что вы делаете сегодня, вполне возможно, никому не будет нужно завтра, а нужно будет что-то другое, и вот готовность к этим постоянным переменам, она должна быть внутри, без этого просто иначе, и это дело даже не в облаках, не было бы облаков, было бы что-то еще другое, не знаю, там, подземка была пока-нибудь, вот, суть в том, что, я думаю, что ждет нас светлое будущее, но в этом светлом будущем, но это светлое будущее точно будет отличаться от того, что, то, что мы себе представляем, вот, ну и... Вот очень хорошо сказал, сейчас закончишь, я тоже, немножко хардкорнее, правда. Да, я, в принципе, все сказал, так что... Уважаемые слушатели, это мое личное мнение, оно может совпадать с вашим, в общем, как вижу это я, ближайшее будущее, небольшое отступление, мы уже сейчас, скоро загругляемся, но, без небольшого отступления, все же никак. Миром правит бизнес, модель поменялась достаточно давно, и теперь не правительство во главе государства, а бизнес. Это факт. Кто не согласен, что же поделать. Бизнесу нужна прибыль. Чем эффективнее работает у нас структура, тем меньше издержки, тем меньше затраты, тем больше у нас конечная прибыль, выхлоп, как угодно им можно называть. Поэтому, все зависит только от вас, от нас самих. Чем выше, чем больше мы будем, больше, глубже, выше, такие хорошие слова, понимать и знать в профессии, которой мы занимаемся, тем мы станем специалистами более высокого класса. А это значит, что это вся замена людей роботами, искусственным интеллектом, нейросети, все, что сейчас модно на слуху. Что нас ждет? У нас есть специалисты самого низшего класса и самого высшего класса. Специалисты высшего класса никуда не исчезнут, они и сейчас есть, и дальше будут, их машинами не заменить, они будут там принимать решения и все остальное, те же архитекторы, без этого никуда не деться. Специалисты низшего класса, они тоже не пропадут. Надо кому-то там выполнять работу, ту работу, которая будет нерентабельна при использовании робота, когда робот будет делать дороже, потому что робота нужно обслуживать, аккумуляторы, ну, и все из этого выходящее. Вот эти вот низшие специалисты, они всегда будут нужны, тоже, но за меньшие деньги, понятно, я делаю это несколько, десятков раз, а вот, к сожалению, некое такое среднее, средний такой параметр, да, который как раз-таки автоматизированные системы будут замещать собой, используя там различные алгоритмы, не буду много слов говорить, они будут замещены непосредственно искусственным интеллектом со всеми вытекающими, поэтому нашим любимым средним людям, которые вроде знают там, здесь, а тут не знают, они будут либо переведены в разряд низших, не знаю, уборщиков, я не знаю, вот правда, как это будет выглядеть, либо им нужно стараться расти, идти к экспертному пониманию, к экспертному знанию какой-то области, потому как среднего такого существа, средней такой профессии, я думаю, со временем она перестанет существовать, она будет полностью замещена искусственным интеллектом, а это нам обеспечит, точнее не нам, а вот властьимущим, менеджерам, корпорациям, это издержки на производстве чего-либо, с увеличением, понятное дело, прибыли, все строится на этом, к сожалению, в данный момент в нашем мире. Вот прям вот согласен 200%, готов подписаться под каждым словом, боялся просто хардкорить настолько сильно в пилоте, но вот, блин, вот реально периодически хотелось очень сильно туда свалиться. Да, в общем, я согласен, что основной посыл то, что я думаю, можно как подвести итог, что IT останется, оно никуда не денется, но среднего, ну как сказать, никчемности и серости, она будет у нас уходить из профессии ровно потому, что не будет выдерживать конкуренции с технологиями. Вот, остаются либо люди, которые просто не хотят ничего делать и занимают низшие позиции, либо уже люди, которые действительно любят свою профессию и двигают ее вперед и понимают. Андрей, хочешь что-нибудь добавить напоследок? ну я хочу сказать, что будущее покажет, но направление, наверное, выбрано правильное. Слушай, Антон, напоследок хотел бы, наверное, пожелать удачи твоему пилотному проекту на самом деле, да, посмотрим, как все будет развиваться, наверное, сегодня мы охватили широкую тему, которую, на мой взгляд, вот будь я на твоем месте, я бы побил бы на маленькие кусочки и детально бы, так полномерно разобрал бы каждый из них. Собственно, вот в этом я вижу, наверное, ценность того, что мы сегодня стартуем. Ну, так сказать, детище твое, тебе карты в руки. Где-то я это услышал. Да, где-то вы это уже слышали. На самом деле, да, ну посмотрим по отзывам, когда выпустимся, там, что, как, что, где, если людям понравится, да, будем продолжать, почему нет. Здорово, спасибо, кстати, что позвали, очень приятно, вот, надеюсь, что время, проведенное сегодня, будет не, как сказать, не выкинуто в пустую для нас и для тех слушателей, которые будут это все употреблять. Да, большое спасибо, Андрей, что пришел, Антон, спасибо, что поддержал меня с этой идеей и коллеги, надеемся, услышимся через месяц во второй версии с новыми гостями. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Пока-пока, хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова